МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта дорога не для простых смертных. В старину по ней пешком ходили на богомолье цари. Сегодня по ней мчатся президентские кортежи. Рублево-Успенское шоссе – самое престижное место страны. Как попасть в эти благословенные места? Рублевку выбирают самые достойные, или Рублевка сама выбирает себе обитателей. Здесь получают магическую поддержку одни и расстаются с жизнью другие. Древние чары надежно охраняют эти края от непрошенных гостей. Обитатели Рублевки верят в переселение душ и мечтают вернуться сюда в следующей жизни. Пять лет назад житель Николиной горы Святослав Воронцов решил сделать капитальный ремонт дома, построенного еще до войны его дедом. В подвале среди тряпья, рухляди и старинных вещиц Святослав обнаружил старинный сундук. Открыв его, он увидел несколько рукописей. Настолько ветхих, что они рассыпались в руках. И карманные часы с нацарапанной на крышке надписью «Потомку Константину». В этот подвал никто не спускался много лет. И мне просто стало очень интересно, что там находится. Я спустился, там была груда хлама, и среди них я нашел сундук, который принесал моего прадеда. На них была сделана гравировка «Потомку Константину». Хотя я знал, что в моем роду не было никого с таким именем. Я думаю, он подает знак нам, его потомкам. Святославу Воронцову долгое время не давало покоя надпись, нацарапанная на старинных часах. Он пытался понять, что имел в виду прадед. В какой-то момент Святослава осенела. Часы предназначены для еще не появившегося на свет члена семьи. Время мальчика по имени Константин еще не пришло. Мой прадед с помощью своих астрологических прогнозов вычислил это место и думал, что оно принесет богатство и удачу нашему потомству. Также, мне кажется, что он верил в переселение души, что он предвидел, что кого-то будут звать Константин в нашем роду. Я всегда нашел эти части с собой. Они как бы стали талисманом для меня, символом нашей семьи. Сегодня Рублевка – один из самых престижных районов страны. Эти места веками впитывали энергию власти, денег, людских характеров. И если на жизненном горизонте возникла извилистая Рублево-Успенская трасса, то наверняка она будет одной из главных дорог в судьбе человека. Это место как будто отгорожено от остального мира невидимой стеной. Здесь свои законы. И особенно явно здесь действует основной природный закон – сохранение энергии. Тот самый, о котором пишут в учебниках физики. Энергия замкнутой системы сохраняется во времени. Возможно, именно на этот закон рассчитывал прадед Святослава Воронцова, мечтая в следующей жизни вернуться в Николину гору. Экстрасенс Елена Воронова полагает, что повторения судеб и реинкарнация весьма характерны для такого необычного места, как Рублево-Успенское шоссе. Она уверена, что многие люди, которые сегодня имеют здесь дома, в прошлой жизни были связаны с Рублевкой. Она знакома с крупным бизнесменом, уроженцем Новосибирска, который с детства мечтал уехать из родного города. Интуитивно чувствовал, это не его место. Волей судьбы мужчина попал на службу в гарнизон, который был расположен рядом с Рублевкой. После службы в армии он познакомился с нужными людьми, открыл свой бизнес и, наконец, смог себе позволить дом в этих краях. Он рассказал такую любопытную историю, что когда он приехал, вот уже все, заложили они первый фундамент, заложили у дома, у усадьбы, потому что более тысячи квадратных метров, это все же усадьба получается, да? Он встал в центр вот этого фундамента, и он говорит, я чутко почувствовал, что я из этого места, я вот, я тут жил, я знаю все. Когда мы стали прослеживать, мы проследили одного очень известного боярина, который в свое время очень хотел поселиться в этом месте, но не поселился. Но участь, к сожалению, боярина была такова, что его повесили. Судьбы жителей Рублевки мистическим образом повторяются, копируя друг друга. Истории обитателей рублевских особняков порой пугающе похожи. Усадьба Саввы Морозова в Горках хранит память о знаменитых жильцах, самом Савве Тимофеевиче и Максиме Горьком. И Морозов, и Горький безумно любили одну и ту же женщину, актрису Марию Андрееву. Ради любимицы Станиславского меценат был готов тратить и тратил огромные деньги. Но писателю-пролетарию повезло больше. Андреева осталось с Горьким. Однако даже везучему в любви Горькому не повезло в смерти абсолютно так же, как и Савве Морозову. При невыясненных обстоятельствах Морозов покончил с собой в 1905 году на французском курорте. Спустя 31 год умирает Горький, поселившийся на Рублевке в имении Морозова. И тоже при невыясненных обстоятельствах. По официальной версии Горький застрелился, однако его родственники сомневаются в этом. Они полагают, что он не мог этого сделать сам, что на самом деле это было убийство. Так же, как и родные Савве Морозова, уверены, что мецената именно убили. Означают ли эти удивительные совпадения, что Рублевка обладает особой магической силой? Можно ли эту силу использовать в своих целях? В полуистлевшем дневнике Ивана Воронцова его правнук нашел любопытную запись, сделанную незадолго до смерти. 17 марта 1920 года. Часы, подаренные мне отцом, остановились. Я чувствую приближение смерти. Сегодня я сделал на крышке часов надпись. Надеюсь, что когда-нибудь ее прочтет тот, кому она предназначена. Всему свое время. Старинные часы действительно были сломаны. Святослав носил их в различные мастерские, но починить не сумел. У меня была с ними одна история. Они лежали у меня на полке, и я проснулся ночью от звука этих часов. Это было очень необычно, потому что я носил их к всевозможным мастерам, и они ничего не могли поделать с ними. И они сказали, что их нельзя восстановить. Святослав верит, что когда-нибудь часы пойдут в полную силу. И произойдет это, когда в семье родится мальчик, которого назовут Константином. Возможно, он будет обладать литературным талантом, так же, как и его прадед. Только теперь об этом таланте узнают все. Там было имя Константин, и мы решили назвать нашего сына, у кого из нас первым будет сын, Костей. Ну, конечно, мы не воспринимаем это всерьез, но в каждой шутке есть доля шутки. Гены – это и есть гены, все-таки это генетически заложенная информация, она передается из поколения в поколение. Поэтому, возможно, это и есть правда. Потомок, обедневший ветви графского рода Иван Воронцов, не прогадал, основав в начале 20 века родовое гнездо в Николиной горе. Сегодня и Святослав, и Яна Воронцовы – вполне обеспеченные люди. Не исключено, что Рублевка принесет им еще и славу, по крайней мере, их потомкам. Но при одном единственном условии. Прадед завещал своим потомкам никогда не уезжать с Рублевки, иначе удача отвернется от них. Об этом его предупредили звезды. Поселиться на Рублевском шоссе – мечта многих амбициозных людей. Прописка на Рублевке – не просто знак причастности к миру сильных и знаменитых. Это еще и долгосрочный вклад. Своим обитателям Рублевское шоссе приносит удачу и славу. Мистическим образом богатство и успех здесь приумножаются сами собой. Иван Антонович Воронцов являлся внебрачным потомком известного рода графов Воронцовых. Он рано лишился родителей. Унаследовав небольшую сумму денег, он приобрел участок земли в районе Николиной горы и выстроил там дом. Иван Воронцов изучал особый раздел астрологии – астрокартография. Метод астрокартографии позволяет вычислить место, наиболее подходящее конкретному человеку для осуществления его жизненных задач. Записи, которые смог прочитать его правнук Святослав, свидетельствовали. На Рублевке Воронцов поселился не случайно. Он увлекался астрологией, пытался разбогатеть и писал стихи. Его в каком-то питерском журнале опубликовали. В общем, его интересовали деньги и слава. С помощью своей астрологии он пытался выстроить судьбу для себя и своих родных. Построив дом, Иван Воронцов женился, родил сына и планировал издать книгу стихов. Все складывалось как нельзя лучше. Однако в судьбу молодого поэта вмешалась Октябрьская революция 1917-го. Стало не до лирики. Он не стал известным поэтом, не заработал миллионы. Через некоторое время Иван Антонович заболел чахоткой и в 1920 году умер. Неужели звезды ошиблись, посулив потомку графской фамилии успех на Рублевке? Правнучка Воронцова считает, что звезды были абсолютно правы. Все дело в том, что составленный прадедом гороскоп отражал судьбу целой семьи. Когда мы с братом нашли эти записки, мы долго не могли понять, почему прадед так держался за это место, за Рублевку. Ведь она ему ничего не принесла. Он сам ничего не добился. Но потом мы подумали, мы поняли, что скорее он это делал не для себя, он нам сделал основу, то есть то, на чем мы можем сами развиваться. То есть он свое дело не полностью осуществил, то есть свои планы. И он надеялся, что это осуществим мы. В том, что Иван Воронцов в свое время сделал правильный выбор, построив дом на Николиной горе, Святослав и Яна убедились на собственном примере. Никакие жизненные невзгоды и тяжелые времена не смогли заставить семью Воронцовых переехать в Срублевке. Дом прадеда сгорел еще до Великой Отечественной войны. На месте пожарища дед Воронцовых возвел новый каменный дом, в котором сейчас живут родители Святослава и Яны. Святослав открыл собственный бизнес. Приобрел жилье в коттеджном поселке, здесь же, неподалеку. А Яна живет в соседней Жуковке со своим другом. Люди вокруг уезжают и приезжают, покупают и продают дома, и только семья Воронцовых словно вросла в рублевскую землю корнями. В чем секрет в рублевке? Эта земля манит людей, как волшебная страна Эльдорадо. Почему сюда так стремятся попасть и так не хотят отсюда уезжать? В дохристианские времена на месте Крылатских холмов находились пять языческих капищ. Здесь люди молились о хорошей погоде, богатом урожае, вкусной еде. Четыре капища находились по сторонам света, образуя правильный квадрат, а одно центральное капище располагалось в центре на возвышении. Считается, что благополучие этих мест берет свои истоки в тех языческих ритуалах. Ведь древние люди просили богов только о материальном. Они хотели сыто есть, спокойно спать, с добычей возвращаться с охоты. В понимании древнего человека это и был комфорт. Если мы берем любое место на земле, и в частности Рублево-Успенское шоссе, и вот если там воздавались такие молитвы, вот эти даже с языческих времен этим богам, языческим камням, деревьям, то это место могло бы стать очень намоленным и как раз очень энергетически хорошим. Во времена крещения Руси здесь развернулась настоящая битва. Местный правитель, который уже принял христианскую веру, решил сжечь остававшихся здесь языческих жрецов. Перед смертью жрецы прочитали заклинание. Суть проклятия Верховного жреца заключалась в том, что ни власть, ни народ не будут понимать нужды друг друга, будут жить по раздельности. Вся власть сейчас практически живет у нас по Рублевке. Народ живет в основном в другом месте. Это древнее заклятие разделило простых людей и знатных. Деньги и власть – две неотъемлемые составляющие Рублевки. Астрологи утверждают, успех Рублевки в особом расположении звезд. Если взять за основу расчетов время возникновения Рублевки как место, где появляются первые цивилизованные поселения, то можно составить гороскоп. Рублевка находится между знаками весов и скорпиона. Это очень противоречивое сочетание. С одной стороны, весы – знак равновесия. С другой стороны, скорпион – знак перерождения, трансформации. Ну вот этот знак весов, он связан с гармонией, с богемностью, с гламуром. И вот в какой-то момент это произошло перерождение. Сейчас это больше связано со скорпионом, следующий знак – это граница весового скорпиона. И скорпион, среди прочего, это еще и знак больших денег, поэтому вот туда тяготеют люди, связанные с большими деньгами, причастные к большим деньгам. Однако так было не всегда. Еще в начале 80-х годов прошлого столетия Рублевка считалась местом уединения интеллигенции. Но уже через несколько лет все изменилось. И вот в это время как раз в знак весов переходила очень дальняя планета, которая в астрологии называется Прозерпиной. И в это же время там же проходил Плутон, тоже дальняя планета. Это накопление энергии и перерождения. И вот, собственно говоря, что и произошло. Это место из тихого такого рекреационного места отдыха, покоя, превратилось в шумное, гламурное такое, пышное, блестящее, золотое, бриллиантовое. Казалось бы, для покупки входного билета на праздник жизни, который царит на Рублевке, нужны только деньги. Но это не так. Эти места только для тех, в ком течет голубая кровь. Так захотела вторая жена Ивана Грузного, волшебница Кучины. Искатели счастья стремятся на Рублевку со всех концов страны, но щедро одаривает эта земля не каждого. Старинные заклятия вмешиваются в жизнь обитателей роскошных особняков. Рублевское шоссе Истари называли царской дорогой. По ней из Москвы в Звенигород шли на богомолье венценосные особы. Дорога заканчивается у монастыря небесного покровителя всех самодержцев Саввы Старожевского. Все русские цари, а потом и императоры, хотя бы однажды прошли по этому пути. Но почему из сотен подмосковных дорог именно Рублевка стала такой притягательной для людей благородного происхождения? Негласный закон допускать в рублевские леса только людей голубых кровей появился во времена Ивана Грозного. Почти сразу после смерти его первой жены Анастасии. Летописцы утверждают, что первооткрывательницей Рублево-Успенского шоссе была царица Мария Кемрюковна. Она была второй женой Ивана Грозного. Это происходило в 16 веке. Ее еще называли Шамаханской царицей, которую отобразил Пушкин в сказке о золотом петушке. Юная княжна происходила из старинного и знатного кавказского рода. До замужества ее звали Кученей, но она приняла христианскую веру и русское имя Мария. С ее появлением жизнь царя и всей Руси разительно переменилась. Первая русская жена Грозного была кроткой, терпимой и мудрой. Дочь черкесского князя оказалась совсем на нее не похожа. Новая царица разделяла вкусы и пристрастия самодержца. С удовольствием наблюдала за казнями, участвовала в охоте, лихо справлялась с конем. Государь видел в жене свое отражение и был от нее без ума. Кученей любила охотиться в западных лесах под Москвой. Восточная красавица обладала магическими способностями. Их царица унаследовала от своих горских предков. Она сразу поняла, что эти края обладают целительной силой и решила, что простолюдинам здесь не место. Кученей велела слугам собрать одежду бедняков на ряды самых красивых женщин из придворной свиты и робы преступников, ожидающих казни в тюрьме. На месте древнего капища по ее приказу был разведен большой костер, в который жена Ивана Грозного сбросила собранную одежду и прочла древнее заклинание. С тех пор на Рублевке не везло людям неблагородного происхождения. Женщинам, которых Кучене не любила и считала своими соперницами, и тем, кто пришел на эти земли с недобрыми намерениями. Спустя несколько веков это заклятие настигло хозяйку замка Майендорф, которая не получила по наследству титула. Этот замок по сей день стоит в Барвихе. Его построил для своей дочери Надежды царский генерал Александр Казаков. Отец сказал, сделаем. Мечта дочки должна быть исполнена. И он ради своей дочери строит сначала деревянный замок, настоящий, готический, с башнями, с рыцарями, все как положено. Кроме готического дворца был разбит парк с экзотическими растениями. Здесь было все, о чем только могла мечтать романтически настроенная девушка. Озеро с плотиной и красивым каменным мостом, обрыв, темные ловы и аллеи, хранящие отзвуки копыт барских коней. Из замка был проведен подземный ход к реке. По которому Надежда Александровна спускалась к реке, где у нее была своя купальня. Лошади в этот туннель не проходили, поэтому она ездила к реке в коляске на резиновом ходу. И в эту коляску были впряжены медведи, специально обученные для этого. Через некоторое время после окончания строительства муж хозяйки неожиданно умер. Он ездил с важными бумагами за границу и на обратном пути уронил с корабля в море портфель с документами. Бросился за ним в холодную воду, сильно простудился и вскоре, по возвращении на Рублевку, скончался. Вслед за супругом умер и отец Надежды Александровны. Одинокая владелица замка давно мечтала о титуле. Чтобы его получить, она вышла замуж снова. И она выбирает себе мужья, обнищая, бедного, скажем так, обедневшего барона Мендорфа. Так вот, рассказывают, что вот этот барон не был богат, но он был из очень древнего, вот такого баронского рода. Но вскоре случилась революция, и хозяева сбежали за границу. Им пришлось бросить всю роскошную обстановку и драгоценности. Да и последующим обитателям он не принес счастья. Считается, что несчастливым замок был потому, что никто из его последующих владельцев не мог претендовать на имение по праву крови. Строгая и разборчивая в гостях царская дорога для достойных может совершить и чудо. Старожил Рублевки Мария Андреевна припомнила историю, как сюда привезли умирать одну старушку. Она всю жизнь проработала экономкой на госдачах. Вышла на пенсию, дети забрали ее в город. На старости лет она попросила внука свозить ее на старые места. Он к тому времени бизнесмен был, но до Рублевки еще не дорос. Привез он свою бабульку, снял ей домик. Затем он ее выкупил, выкупил ей этот домик. Долго она еще здесь проживала. В прошлом году только померла. Родные хотели похоронить ее где-нибудь поближе, обратились в администрацию Одинцовского района. А там выяснилось, что бабульки у нашей корни-то древние. Оказывается, она дальняя родственница графьев Алсуфьевых. И как бабульке удалось столько лет проработать на госдачах, и никто об этом не узнал. Рублевка не только уберегла женщину графской фамилии во время сталинских репрессий, но и продлила ей жизнь. Но настоящее чудо Рублевское шоссе совершило для потомка другого графского рода Алексея Николаевича Толстого. Его благородное происхождение было общеизвестно, что не помешало быть писателю авторитетной фигурой даже в самые страшные времена репрессий. Толстой имел дачу в Барвихе. Писатель провел здесь много летних сезонов. Принимал высоких гостей, соратников по творчеству, театралов, политиков. Но главное, он здесь плодотворно работал. Максимального расцвета творчество Толстого достигло именно на Рублевке. На даче в Барвихе Толстой написал свои произведения «Петр Первый», «Хмурое утро» и даже детскую сказку «Приключения Буратино». Волшебным образом Толстому сходило с рук то, за что тысячи других людей были попросту расстреляны. Ему не только простили графский титул, ему разрешили держать в доме старорежимного лакея. Рассказывают, что даже в 1937 году, когда, в общем-то, было не до шуток, о нем рассказывали всевозможные легенды слагали, анекдоты. Так, например, рассказывают, что в самом тревожном, таком и жестоком, наверное, в 1937 году, вот в годах Ежовщины как раз, выходил у красного графа в доме слуга. Причем одет он был обязательно в афраге парадном, обязательно белые перчатки, башмаки с огромными серебряными, такими пряжками, выходил. И на вопрос посетителей, можно ли видеть Алексея Николаевича Толстого, говорил, извините, их сиятельство сейчас на малом совещании Совнаркома. Для того, чтобы сейчас купить дом на Рублевке, достаточно иметь внушительную сумму денег и вовсе не обязательно размахивать изображением фамильного герба. Однако Рублевка безошибочно делит людей на благородных и неблагородных, на своих и чужих. Особенно суровая эта земля к женщинам, даже благородного происхождения. Заклятие Кученеи продолжает действовать. Души несчастных обитательниц этих мест не находят покоя и после смерти. Искатели счастья стремятся на Рублевку со всех концов страны, но щедро одаривает эта земля не каждого. Старинные заклятия вмешиваются в жизнь обитателей роскошных особняков. Неизвестно, какие именно заклятия шептала вторая жена Ивана Грозного, сжигая на дьявольском костре одежды пригожих служанок. Однако в их мистической силе сомневаться не приходится. Женщинам на Рублевке гораздо труднее, чем мужчинам. Я считаю, что на Рублевке легче живется мужчина. Вообще в нашей семье легче жилось мужчинам, чем женщинам. Если сравнивать успехи меня и моего брата, то брат, конечно, добился большего. Ему удалось успешно открыть свое дело, свой бизнес. А мне пока это не удалось, но я тоже хочу в будущем открыть свое дело и тоже быть успешным человеком. Вообще женщине на Рублевке, если она хочет добиться чего-то сама, то нужно приложить немалых усилий, чтобы чего-то добиться. Например, если брать мою бабушку, прабабушку, к примеру, то после смерти прадедушки она второй раз вышла замуж, но ее муж оказался жестоким человеком, а к тому же он был чекистом, неверующим. Он ее бил, и я бы не сказала, что ей хорошо жилось. Начав разбирать хлам в подвале старого дома, брат и сестра Воронцовы вместе с сундуком обнаружили красивое старинное кресло. Оно так приглянулось Яне, что она решила его отреставрировать и поставить к себе в спальню. После этого ее стали посещать странные видения. Я просыпаюсь ночью, смотрю, я думала сначала, что мне это снится, вижу, в кресле сидит бабушка и вяжет. Я не понимаю, как бы, то ли мне это снится, то ли это она реально сидит и вяжет. Я пытаюсь разбудить Максима, когда я его разбудила, показываю ему, говорю, смотри, там сидит бабушка, он мне говорит, там ничего нет. То есть я понимаю, что либо он не видит, либо это у меня какие-то луцинации. Я, конечно, легла спать дальше, но я очень серьезно об этом задумалась. Однако вскоре молчаливую старушку в кресле увидел и друг Яны. Заинтересовавшись происхождением кресла, пара пришла к выводу, что принадлежало оно прабабушке Воронцова. Яна обратилась к парапсихологу. Обследовав кресло, та сказала, что не исполнена последняя воля прабабушки. Она хотела быть похороненной под колокольный звон. Молодые люди пригласили батюшку осветить дом. После этого им удалось отыскать могилу прабабушки на старом кладбище. Старушку отпели, и больше она не появлялась. Однако кресло из спальни Яна на всякий случай убрала. Писатель Татьяна Огородникова хорошо знакома с нравами и обычаями рублевских жителей. Она тоже считает, что женщинам здесь приходится сложнее, чем мужчинам. На мой взгляд, женщине вообще в нашем обществе добиться того же уровня, который имеет мужчина. Ну, наверное, если во всем мире считается, что это раза в три, в четыре сложнее, то у нас, наверное, в десять или в двадцать раз сложнее. Постоянно приходится доказывать, что ты можешь. Постоянно приходится сталкиваться с каким-то таким проверочными, что ли, какими-то акциями. А та ли ты на самом деле за кого себя выдаешь. Среди незамужних женщин, живущих на Рублевке, только единицы смогли самостоятельно приобрести себе дом. Остальным знакомым Огородниковой он достался в результате тяжелых бракоразводных процессов. В редких случаях рублевка может не только наносить женщинам раны, но и исцелять их. Император Александр Второй и императрица Мария Александровна были счастливы в браке 23 года. За это время у них родилось восемь детей. Но венценосный брак оказался под угрозой, когда Александр встретил княжну Долгорукую. Для царствующих особ мужского пола иметь фавориток было, что называется, комильфо. Это, скажем так, даже входило в круг царских обязанностей. Имея фавориток, царь показывал, что у него со здоровьем все в порядке, что ориентация у него именно такая, которая надо. Значит, во главе государства стоит здоровый человек. И чтобы как-то компенсировать тот моральный ущерб, ту боль, которую монарх причинил своей супруге, он приобрел ей в дар усадьбу Ильинская на царской дороге. Для императрицы в отставке имение основательно перестроили. Модные в то время архитекторы изменили облик усадьбы, разбили прекрасный английский парк. Восстановили домики для свиты. Их названия говорят о чувствах неверного мужа. Кинь грусть, пойми меня, не чуй горе. Подарок этот оказался весьма удачным, потому что императрица Мария Александровна направила все свои силы на благоустройство усадьбы и близлежащей территории. Она устроила бесплатные школы для крестьянских детей. Было создано почтово-телеграфное отделение. Она также создала больницу и завела образцовое фермерское крестьянское хозяйство. И так получилось, что действительно эта усадьба помогла императрице справиться вот с той болью, которую причинил ей фактически крах этого венценосного брака. Есть на Рублевке и вполне самодостаточные, успешные женщины. Но это скорее исключение, лишь подтверждающее общее правило. Марина Юдинич построила свой бизнес на атрибутах власти и красоты. Она одна из первых успешных бизнес-леди России. В тот момент, когда я приобретала свой дом, я уже закончила свою работу в администрации президента, от Ельцина тогда еще, естественно. Занималась бизнесом достаточно серьезным и крупным на рынке сотовой связи. Тогда еще только начиналось все в России. Это был очень перспективный сегмент рынка. Марина долго выбирала дом на Рублевке. Ей было важно почувствовать, что это место действительно ее. Она осмотрела почти все имеющиеся в продаже коттеджи, однако нужное ощущение никак не приходило. И мы ехали там после каких-то пяти-шести просмотров с рилтором к себе. А я, по-моему, жила здесь же на Рублевке, тут же на Никольной горе, но у нас съемная дача. И Лила сказала, вот тут продается дом неподалеку, но тебе он не понравится, потому что он такой в хай-теке построенный. Ну, давай посмотрим уже, все равно едем. Мы когда заехали, я увидела этот дом. Дом внутри мне действительно не понравился, потому что он совершенно не соответствовал моим эстетическим представлениям. А вот его местоположение, вот это поле, лес, тишина абсолютная. Она сейчас, пока еще дверцы, слава богу, здесь. Она меня, конечно, они меня подкупили. И я сказала, все, мы покупаем этот дом. Сегодня Марина – одна из самых состоятельных женщин России. Ее бизнес давно преодолел границы страны. Она могла бы переехать в любую точку мира на самый роскошный курорт. Но дом на Рублевке бизнес-вумен считает своим талисманом и не собирается его оставлять. Ведь он сам нашел хозяйку. Тем более, что право жить в нем она заслужила своим упорством и предприимчивостью. Древние заклятия надежно хранят покой обитателей Рублево-Успенского шоссе, тех, кому дозволено здесь поселиться. Непрошенные же гости сурово изгоняются из этих благословенных мест. Поселиться на Рублевском шоссе – мечта многих амбициозных людей. Прописка на Рублевке – не просто знак причастности к миру сильных и знаменитых. Это еще и долгосрочный вклад. Своим обитателям Рублевское шоссе приносит удачу и славу. Мистическим образом богатство и успех здесь приумножаются сами собой. Тишина Рублево-Успенского шоссе обманчива. Словно по мановению волшебной палочки, изумиротворяющей она может превратиться в зловещую. Это ее свойство во все времена играло недобрую шутку с врагами. Василий Иванов в годы войны был разведчиком. Он вспоминает загадочную историю, связанную с одним заданием. Здесь в Жуковке высадился немецкий десант, довольно крупный. Я тогда разведчиком был, в разведбатальоне, да, все. И, короче говоря, нам дали задание этот немецкий десант уничтожить. Мы готовились, местность проверяли, исследовали все это, готовились. И пошли брать этот десант, окружать. Мы его окружили, кольцо начало сжиматься. И когда кольцо сжалось, и мы вышли на этот десант, где он должен быть, оказалось, что его нету, он куда-то исчез. Вся амуниция немецкая была, пулеметы, автоматы, патроны, ящики, все было. Но самих немцев не было. И до сих пор загадка, куда они делись. В этих краях враги словно обречены на неудачу. При их приближении становится ядовитой даже вода из колодцев, которую местные жители всегда считали целебной. Сказки о живой и мертвой воде все знают с детства. И только старожины Рублевки, знакомые с ее историей и преданиями, уверены, это не сказки. Живая и мертвая воды действительно существуют. И не где-нибудь за тридевять земель, а именно здесь, в районе Рублево-Успенского шоссе. В 1612 году отряды польских интервентов отступали из Москвы. Их путь пролегал через селение, которое сейчас называется Барвихой. Озлобленные шляхтичи убили нескольких крестьян и сбросили их в колодец. 14-летняя девочка Агафья решила отомстить за соседей. Ночью она тайком разлила воду из оскверненного колодца по флягам, в которых враги держали хмельные напитки. Утром поляки вышли, дальше пошли отступать. Ну, какой-то привал был дневной, они испили этот хмельной напиток, а в них уже вода из этого Барвихинского отравленного колодца. И, в общем-то, все полегли. Древние рублевские леса не прощают тех, кто в угоду собственной прихоти вырубает деревья, устраивает пожары, вытаптывает травы на заповедных полях. В семье Воронцовых рассказывают историю о том, как в послевоенные годы их дед решил построить на своем участке несколько хозяйственных зданий. Его планом мешал огромный вековой дух. Недолго думая, дед решил его срубить, а пень выкорчевать. Эту историю рассказал мне мой отец. Мой прадед, когда приехал сюда, решил здесь обосноваться. Огромный дуб, который рос у нас в саду, ему мешало. На месте него он хотел построить баню. Моя прабабушка пыталась его от этого отговорить, потому что был очень старый и очень большой. Но дед настоял, прадед настоял на своем, уже позвал рабочих и к утру хотел это сделать. Ночью у деда началась бессонница. Было полнолуние. Он вышел на улицу и стал курить, прислонившись к обреченному дубу. В этот момент он почувствовал в животе острую боль, которая словно передалась ему через грубую кору дерева. Дед упал, стал корчиться по земле. Слава богу, проснулась бабушка. Она выбежала и успела, как говорится, вовремя. У соседей был служебный автомобиль. На нем мы доставили деда в больницу. Его прооперировали. И, как говорится, затею с дубом пришлось отложить. Воронцовы думают, что прадед не случайно выбрал участок с дубом. Что он был хорошо знаком не только с астрологией, но и с тайными знаниями друидов. Дуб должен был подпитывать пространство вокруг дома своей могучей энергией. Исследователь аномальных явлений Дмитрий Воеводин считает, что с окружающей природой, и особенно с древними деревьями, нужно обращаться очень бережно. Вот это дерево, оно является патриархом. То есть раньше бы оно вполне могло стать определенным святилищем. То есть ему не одна сотня лет. Но при всем при том, мы видим, что вот эти вот образования на нем, которые называются по науке грибницы или капы, это тоже совершенно непростая вещь. Они в древности, вот эти вот образования, они могли нести какие-то лица, какие-то изображения. То есть это свидетельство того, что это дерево получало определенные энергетические прививки. Такие деревья несут сильнейший положительный заряд. Однако, если люди ведут себя агрессивно, то знак «плюс» может легко измениться на минус. Дуб на участке Воронцовых все-таки срубили. После смерти деда в конце 70-х годов прошлого века в соседний дом въехали новые владельцы, которые требовали передела территории на основании сохранившихся довоенных документов. Воронцовым пришлось уступить. Дуб оказался как раз на границе между участками. Но никто из членов семьи Воронцовых рубить его не собирался. Это сделали соседи. А спустя две недели глава соседской семьи пропал, точно так же выйдя покурить во двор, как когда-то курил по ночам возле старого дуба дед Воронцов. Очевидцы рассказывали, что той ночью, несмотря на яркий лунный свет, на участке соседей ничего нельзя было разглядеть. Его окутал густой туман. Уже в 70-х годах я тоже встречался с местными жителями. Вот они рассказывали такие случаи. Якобы иногда, в каких-то там ночь полнолуния, при каких-то ситуациях, вот эти туманы пропавшей речки, как это происходит, не представляю, но, значит, они поднимаются, и тогда в них люди могут заблудиться. Видимо, именно это случилось с соседом Воронцовых, который осмелился срубить древнее дерево. Волшебная сила Рублевского леса дает людям то, что им нужнее всего. Отчаявшимся покой, бизнесменам деньги, творческим людям вдохновение. Несмотря на странности и необъяснимые события, которые часто происходят в районе Рублево-Успенского шоссе, эту землю неспроста считают благословенной. Здесь хочется жить во всю силу, зарабатывать деньги, писать книги. Старый сундук с записками прадеда и его карманными часами помог Святославу и Яне Воронцовым осознать связь времен, поверить в преемственность поколений. Царская дорога, окруженная магической аурой древних легенд и заклятий, приняла потомков графского рода. Но впустив достойных невидимые двери, которые отделяют Рублевку от всего остального мира, вновь захлопнулись. Постучаться в них может каждый. Однако откроются они далеко не всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова